Я думаю, что будет слышно всем. Мы с вами находимся в Золотой гостиной. Это один из самых хорошо сохранившихся залов. Здесь вот дворцы Зинаида Ивановна Юсупова. Спасибо. Надо сказать, что действительно Зинаида Ивановна была женщиной исключительной, богатой, с хорошим вкусом. В девичестве Нарышкина, в замужестве Юсупова, замуж, она уже в 16 лет. Ее мужу Борису Николаевичу было на тот момент 32 года. Был у них старший сын Николай Борисович, которому достался дворец на Мойке. А для себя Зинаида Ивановна строит вот здесь, на Литейном, свой дворец. Мы сейчас посмотрим три зала, которые выходят окнами на Литейный, а потом пойдем уже по залам, которые уходят вглубь квартала. Кажется, что здание небольшое со стороны Литейного, но тем не менее оно вытянуто в глубину. Представляет собой такой прямоугольник с двумя дворами. Один был парадный, другой хозяйственный. И вот здесь золотой гостиной, одна из приемных парадных залов. Танцевальный зал был в Белом зале, а здесь тоже принимали гостей. Здесь сохранены вот эти вот вставки. Они отреставрированы были в 70-80-е годы, 20-го века. Сохранились исторические росписи в плафонах. Это Николай Аполлонович Майков. Тут надо отдельно сказать, что Николай Аполлонович Майков, который тоже принимал участие и в росписях Исаевского собора. А вернее, им были сделаны станковые иконы для алтарной части. Сохранилась здесь литмина богатая. И посмотрите, это один из немногих залов, где сохранился исторический паркет. В центре вы видите красивую ракальную композицию из чинарового дерева. По периметру также идет фриз из чинарового дерева. Ну и с вами мы дальше пойдем уже в Малахитовую и Белую гостиния. Микрофон оставляем здесь, там, где нам как-нибудь. Спасибо.